Уйгуры в Пекине, Чингисхан. Тюркский народ, Пекине проживает уйгурское население. По состоянию на 2007 год. В Пекине проживают уйгуры поколения, которые воспринимают себя как пекенцев. После того, как Чингисхан захватил Пекин из династии Цзинь в 1215 году, уйгурские благородные семьи, служившие Чингисхану двору, были отправлены управлять городом, а затем переименовали в Янзин. Эти уйгурские двори не господами, были из королевства Качо, которое было образовано в бассейне реки Тарим в 855 году Чингисхан в 1209 году. Среди уйгуров, прибывших в Янзин, был Булухая, который был лейтенантом Чингисхана и получил звание финансового менеджера. Он построил большое поместье за городом на берегу реки Гаалян и перевез туда свою мать. Поселение стало известно как Иуорчун или уйгурская деревня. После смерти Булухая он был посмертно удостоен чести Кюлюкхана как герцоговой. Считается, что Вайгунцун, или деревня герцоговыйского, была названа так и за Булухая. Другой уйгурский дворянин, посланный в Янзин, был Алихая, который отделился с поста министра правительства столичного региона, после того, как Янзин стал столицей династии Уань и Хогуана. Алихая женился на родственнице Булухая. Его сын, Сёй Юньши Хая, также известный как Гуань Юньши, был известным ученым в Академии Хандинь. Возможно, самым известным уйгурским чиновником был Менг Суси, дар у Гачили губернатор области Янзин, служивший при дворе Хубилайхана. Дочь Менг Суси была замужем за сыном Булухая, Лиан Сисянь сын Менг Суи, а Шетимур, служил министром по делам массы и был похоронен в Вегонкуне. Потомки Булухая взяли фамилию Лиан, а Алихая звали Гуань. В начале 1950-х годов Лиань все еще входила в число 17 фермерских семей, живших в Вегонцуне. В 2001 году там все еще жила дочь Лиань. Уйгурская знать, переехавшая в Вегонцунь во времена династии Уань, исповедовала буддизм, религию королевства Кочу. Позже уйгурские мигранты в Пекин были мусульманами и обычно собирались в общинах хуэйских мусульман города или поблизости от них.